Вновь американская сессия начинается очередным подъемом доллара США. Вчера американской валюте не получилось удержать тренд на рост. Удастся ли ему это сегодня? Котировка индекса USDX, отражающая силу доллара по отношению к основным валютам, вновь направилась вверх, нацеленный на пробой уровня 97.00. Спрос на рисковые активы на фоне позитивных новостей относительно роста китайской экономики и подъема в промышленном секторе не позволяет американской валюте развить полноценное ралли. Трейдеры фондового рынка гораздо более активнее проявляют себя. График американского индекса NASDAQ 100 за первые часы работы на Уолл-стрит оказался на историческом максимуме, поднявшись к отметке 7700 пунктов. Инвесторов порадовала и динамика макроэкономических индикаторов. Так, сальдо баланса внешней торговли США продемонстрировала лучший результат за последние 7 месяцев. Дефицит сократился до 49,4 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали увеличение дефицита. Довольно позитивной оказалась и статистика из Канады. Помимо сокращения дефицита сальдо внешнеторгового баланса, здесь было засвидетельствовано ускорение годовой инфляции до прогнозных значений в 1,9%. На этом фоне резко поднялся спрос на канадский доллар, но уже после данных из США котировка USDCAD вернулась к уровням, на которых провела первую половину сегодняшнего торгового дня к отметке 1,3325. Цены на нефть консолидируются вблизи полугодовых максимумов. За бочку нефти марки Brent сегодня дает 71,75 доллара. Вчерашняя информация от экспертов Американского Института нефти о сокращении запасов сырой нефти в США сегодня подтвердилась в отчетах от Минэнерго. Запасов в американских нефтехранилищах действительно за прошлую неделю стало меньше – почти на 1,4 млн баррелей сырья. К слову, это первое сокращение за последние 4 недели. На этом у нас сегодня все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас завтра на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok